Добрый вечер! Приветствую вас на Щелковском студии программы «Диалог». Я, Ирина Микеда, проведу для вас этот выпуск. Какой сегодня день? 27 июня отмечается День молодежи России по указу первого президента России Бориса Ельцина от 1993 года. Поэтому у нас в гостях сегодня председатель Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью Николай Павлов. Здравствуйте! Приветствую, Коль! Привет, Ирина! И с праздником тебя! Спасибо огромное! Мы в Щелкове отметили День молодежи 24-25 июня. В последние выходные июня, как это было принято до того в России, до 1993 года. Вы знаете, история Дня молодежи у нас с февраля 1958 года, тогда указом Президиума Верховного Советского Союза и был установлен День советской молодежи. Точно так. С праздником! Мы с тобой мыслим одинаково. Спасибо. Нам в эфир можно позвонить по телефону 56-714-40-714-50. Звоните, пожалуйста, эфир прямой. Ближайшие минуты 50 в вашем распоряжении. И наш гость, я уверена, ответит на любые вопросы, которые будут ему заданы. Ну, а я так, с праздником я уже поздравила. Ты же с корабля на бал сегодня. Как в Московской области отметили День молодежи? Отметили, как всегда, широко, с размахом. Во всех муниципалитетах праздники либо прошли, либо предстоят в ближайшие выходные. А Московская область силами Главного управления социальных коммуникаций Московской области. Сегодня в Одинцово, в парке спортивного отдыха имени Героя России Ларисы Евгеньевны Лазутиной, в этом парке проходила совершенно замечательная тусовка. Огромное количество интерактивных площадок, артисты, яркие представители современной молодежной культуры. Одним словом, больше тысячи человек занимались всем тем, что людям интересно, молодым людям интересно, что интересно им показать другим, своим товарищам. Ну да, вот как уже было сказано, День молодежи, День советской молодежи отмечался раньше в последнее воскресенье, ну почему-то воскресенье, даже не выходные, в последнее воскресенье июня. И эта традиция в Щелковском-то районе, я помню, она никогда не нарушалась, всегда в последние выходные, когда в субботу, когда в воскресенье. Как правило, в субботу, если вы помните, чтобы плавно перейти с ночной тусовки на воскресенье. Ну вот в этот раз было все-таки в воскресенье, как по старым традициям, и я предлагаю сейчас нам посмотреть, как это было. У нас есть зарисовка на эту тему небольшая. Ну и твой комментарий, естественно, о том, как и почему, вот мне интересно, почему всю программу перенесли на Дальний Воронок к зданию ФОКа. Хорошо. Если раньше было и у молодежного центра, было и в парке было, вот теперь вот на Дальнем Воронке все сосредоточилось. Мы решили назвать этот день, ну этот день молодежи, молодежь за ЗОЖ, за здоровый образ жизни, поскольку 24 июня во всей Российской Федерации праздновался Олимпийский день. Он приурочен, этот Олимпийский день, предстоящей Олимпиаде, зимней Олимпиаде в Корее. Поэтому вот такое совмещение интересов мы решили провести мероприятие на Дальнем Воронке, рядом с вновь открывшимся физкультурно-оздоровительным комплексом, на площадках городского детского стадиона. Вы обратили внимание, ГДС, эта база с каждым годом развивается, приобретает новые очертания. Огромная площадка для занятий BMX, для занятий воркаутом. Есть возможность поиграть. А вот это как называется? А это эстафеты. Это у нас кроссфит. И с помощью зебры фитнес-центра организовал вот такую замечательную эстафету. Ну, это пляжный волейбол, очень у нас популярный в Щелкове. В течение всего дня молодежи с 11 часов не пустовала площадка даже во время кратковременных осадков, которые в первой половине дня выпали на головы жителей Щелковского муниципального района. Никому и не мешали. Как впечатления от молодежи, от настроя? Акцент на спорт все-таки сейчас делается? Акцент на спорт, на здоровый образ жизни, конечно, это очень важно, поскольку занятия спортом, занятия различными видами спорта, в том числе экстремальными, систематизируют и делают дисциплинирование молодого человека, и поэтому делают последующую жизнь, последующие его шаги более системными. Это важно. Ну, вот молодой человек, они что, так подготовленный такой парень, да? Девчонки, да, вполне, да. Это у нас, предположительно, зумба и утренняя зарядка у нас. А, это йога. Йога-йога, точно. Вполне себе интересный вид занятий. Много участников было. Досуга. Ну, на площадках, на различных, было достаточно много жителей Щелково. Конечно, раньше, когда мы проводили первые наши дни молодежи, было, может быть, больше, но у нас сосредоточенность была несколько иная, и зрительно, может быть, количество смотрелось больше. А так, если посчитать на всех площадках в течение всего дня, большое количество молодежи, которая присоединилась к празднованию, к активному празднованию Дня молодежи, не просто к праздному шатанию с бутылками лимонада по площадкам. Ну, и тем не менее, вот меня спросили буквально вчера, а что, День молодежи-то будет в Щелкове? Я говорю, ну, был уже, вроде, вот, выходные прошел. А где? А мы не нашли. А мы были в парке, там не было ничего. Ну, площадку мы сознательно... У меня попались какие-то обособленные индивидуумы? Полагаю, что да. Дело в том, что информация была в социальных сетях. Социальные сети у нас активно используются. Странно, что, наверное, люди прежней формации или есть среди молодежи вполне внятные ребята, которые социальным сетям, ну, не шибко доверяют. То есть правильно поступают, читают книжки на бумажном носителе. Ну, одним словом, таких людей уважают, позицию тоже уважают. Но вместе с тем в социальных сетях информация прошла, и прошла достаточно активно. Мы обменивались своими мыслями, своими планами и пытались, в общем-то, пожелания молодежи учесть, ну, при формировании программы молодежного праздника. Кого награждали? Это какие-то молодежные проекты, молодежные программы, которые... Совершенно верно. Ну, мы награждали волонтеров, наших активных девчонок и ребят, которые участвуют во всех мероприятиях спорткомитета, участвуют в общерайонных мероприятиях в качестве волонтеров, в качестве добровольных помощников в подготовке, проведении различных мероприятий. Без них нам швах, без них нам никак. И мы им искренне благодарны, всем тем, кто активно нам помогает. Спасибо еще раз. Здорово, спасибо. Коль, ты вот вспомнил, что раньше народу приходило больше на праздники, ну, другой формат был. Мы подумали, что раз мы сегодня с тобой встречаемся в эфире программы «Диалог» вот непосредственно в День молодежи, когда отмечается этот праздник, то отчем нам сделать тебе небольшой подарок? Очень интересно. Ты же человек, который с молодежным движением в Щелковском районе, ну, наверное, вот с самого момента, как оно зародилось, вот в новейшей истории России, там, с 90-го, даже, может быть, с 89-го, да, года? Ну, с 90-го года, наверное, и так. Благодаря архиву Щелковского телевидения мы покопались немножко. Вот то, что мы смогли найти, то, что можно показать, то, что сохранилось в достаточно приличном качестве, а в приличном качестве у нас сохранился 1998 год. Хороший год. Да, я вот предлагаю, там была большая программа, я предлагаю посмотреть, вспомнить, ну, и сравнить, наверное. Ну, давайте посмотрим. Интересно. Вот для начала, полянка, та, что мы сейчас видели только что, да? Да, это ГДС. Это стадион на Дальнем Воронке, каким он был 20 практически лет назад. Да, 300 лет тому назад соревнования по баскетболу у нас тоже в этот раз прошли, но, видите, соревнования по стритболу мы решили сделать показными и, может быть, не шибко массовыми, потому что основные мероприятия по стритболу уже прошли. Вот здесь я вижу и дартс, и великолепная история. Я вот предлагаю сейчас всем, кто нас, может быть, там в полуха слушает, там в полглаза смотрит, я все-таки предлагаю подойти к телеэкранам и посмотреть, может, кто-то себя узнает. Вот, видите, спортивные элементы, великолепная история. Кто-то себя узнает, и дальше, ну, дальше, 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 я думаю, будет приятно всем увидеть себя. Это площадка, да, перед Дворцом культуры. Затейники, массовики, оркестр. Ты принимал участие в организации того, вот именно этого праздника? Ну, 98-го года, конечно. Как же без тебя, да? А куда же мы денемся? Вот, патриотика тоже присутствовала, и спасибо Сереже Тумадову, который до сих пор эту работу ведет активно, поисковый отряд «Витязь», теперь уже входящий в серьезное общероссийское движение поисковое. Какой он молодой, да, сейчас? Так все мы были когда-то немножко другими. Когда мы были молодыми, да. И чушь прекрасный несли. Да. Фехтование. Вы засмотрелись, Николай Николаевич. Да я сам удивлен, и посмотрите, насколько серьезно это все. Мы же старались все это подобрать, показать, и не только тебя порадовать. Но и зрители, я еще раз говорю, кто хочет, кому интересно, ну подойдите же, посмотрите себя, друзей, знакомых поищите. Поделитесь потом уже с помощью современных средств коммуникации под названием социальные сети. Как вы заметили, театр моды, 74-е училище, ныне Красногорский колледж, великолепие сплошное. Но они радуют нас и поныне своими показами, и на своих корпоративных мероприятиях, и на мероприятиях молодежных. Здорово, вот такая была мода в 98-м. Да можно было и сейчас, ребят, да, пригласить поучаствовать. Ну да, ну предположить-то не отказались бы. О какие? Ну такие блестящие были, смотрите, да. А народу, смотри, вот. И это не спецэффекты. И это не вечер, я имею в виду, это еще не вечерний концерт, который уже затемно, там, за полночь, ну раньше не было законодательств, которое ограничивало, да, по времени. Ну были, наверное, ограничения определенные, но мы старались. Не такие строгие и, да, иной раз мероприятие. Концерт-то заканчивался поздновато. Согласен. Но он того стоил, чтобы досмотреть его до конца, доприсутствовать. Великолепные, яркие выступления наших коллективов самодеятельных. Еще раз повторяю, уважаемые телезрители Щелковского телевидения, это 1998 год, День молодежи в Щелкове. Как его отмечали тогда, вот, пожалуйста, вот, да, это все вот показано, оператор случайно кнопочку нажал, дату показал. Вообще нельзя было, конечно, эту кнопочку нажимать, это испорченный кадр считается, но вот он один такой вот. Ну пусть будет. Да, пусть будет, зато это подтверждение, это констатация факта, что это действительно 1998 год. А вот задничек-то вручную рисовали? Не помню, предположительно да, предположительно да. Ну, наверное, были мастера и афиши в кинотеатре «Аврора» тоже от руки рисовали и во всех домах культуры. Да, поэтому такой небольшой, как вы обратили внимание. Жители, да, и жительницы Щелкова, вот вам, пожалуйста, это же ваши лица, кто не успел, тот не увидел эксклюзив архивный. Великолепие сплошное, да, здорово. А вот хорошо людям было, да. Да, потом мы проводили и конкурсы красоты, если вы помните, и на День молодежи, и на День города у нас был конкурс красоты. И помните, интерактивное голосование у нас было совершенно замечательно, без накруток. Призы были. Призы были великолепные. Это что-то, да, стремились, и потом делали определенную карьеру, наши красавицы. Поэтому очень здорово, воспоминания самые хорошие. Были приглашены лучшие представители творческой молодежной интеллигенции. Помните, музыкальный инстинкт выступал на подмостках Щелковских. Что-то не с нами сегодня наш музыкальный инстинкт, но он всегда с нами. Ну, вместе, он всегда с нами, в нашем сердце, да. Сергей Василевский, привет. Огромный привет Сергею Василевскому, который сейчас развивает очень важные направления. Тоже патриотичные. Да, занимается страйкболом. Сборная бригада 13, да, это совершенно великолепная история. Они участвуют в наших мероприятиях. Мы присоединяемся к их мероприятиям. Чем себя больше не позвали. Не знаю. Ну, вообще, это великолепная история. Великолепная история, связанная и с Щелковским телевидением, и с празднованием Дня молодежи в Щелковском муниципальном районе. Вот нравится мне так праздновать в 98-м году. Массово ярко, да. Вот нравится. Но мы сейчас празднуем не хуже, поэтому, может быть... Не хуже, но по-другому. Но по-другому. Но по-другому. Спасибо огромное за этот подарок. Да, мы старались. А, коллеги, раз уж так вот потом забуду, не отдам. Да, да. Хочу Щелковскому телевидению... Вы знаете, что не только 80 лет героическому перелету экипажа Валерия Павловича Чикалова, 80 лет и спорткомитету Щелковского муниципального района. Есть такой вот памятный знак. 80 лет Щелковскому спорткомитету. Я хочу этот знак вручить Щелковскому телевидению. Ну, в вашем лице. Да, спасибо большое. Маленький подарочек. Спасибо. Спасибо. Не, ну... Да. Это Щелковскому телевидению. Да, Щелковскому телевидению. Да. На ваш вымпел. Щелковскому телевидению. Вам-то 25, нам-то 80. Нам-то 25, да. Великолепно. Совсем недавно было. Так вот, это был эксклюзив от Щелковского телевидения, от архива Щелковского телевидения. Кто не успел посмотреть, на сайте tv41.ru будет это все выложено. Можно будет увидеть, воспроизвести в памяти то, какие мы были молодые когда-то, 20-19 лет назад. Если мы напряжемся и сделаем красивость определенно, те, кто узнает себя на кадрах, если это будет возможно, ну, подумать, сделать какие-нибудь кадры, ну, с вашей помощью, просто кадры в виде фотографии в рамочке. Я сегодня себя нашла. Мы вручим эту рамочку, эти фотографии в рамочке на следующем дне молодежи. Ну, а почему бы и нет? Ветеранам молодежного движения. А если мы с вами, Николай Николаевич, еще встретимся в этой студии и будем обсуждать молодежную политику, то, ну, я обещаю поискать и тот самый конкурс красоты, который уже был. Это было бы здорово. Вы не представляете, насколько яркие они были. Да я-то представляю, я же присутствовала, хотел сказать, участвовала. Нет, нет, я не участвовала. Хотя могла, но ты была на работе. Я на работе, да, никак нельзя. Я не могу, я на работе. Конкурс красоты нельзя никак было. Великолепный конкурс кулинарного мастерства, танцевали девчонки очень ярко, вот, все было здорово. Так вот, можно ли сравнить, как было тогда и сейчас? А зачем сравнивать? Не надо сравнивать, надо идти вперед, в общем-то, использовать все хорошее, что было вчера и двигаться дальше. Ну, зачем сравнивать-то? Люди всегда хорошие, молодые люди, тем более, всегда ищут, всегда стремятся к победам. Вот всем желаю побед. Расскажи, пожалуйста, кто сегодня помогает щелковской молодежи двигаться дальше? Какие организации у нас работают сейчас, чего они добиваются, кто там занимается, кто их посещает? Ну, у нас сейчас два молодежных центра. Это центр «Ровесник», вы знаете, да, и «Навигатор». Работа по месту жительства и работа с творческой молодежью, в том числе молодежный медиа-центр, который недавно стал фишкой Щелковского муниципального района. Это те ребята, которые вам, я знаю, помогают в подготовке сюжетов. Это те люди, которые освещают достаточно оперативно, размещают в социальных сетях информацию о молодежных, спортивных мероприятиях, ну и вообще мероприятиях, которые проходят в жизни Щелковского муниципального района и Московской области, поскольку ребята ездят и за пределы района, их приглашают. И в «Ровеснике» фишка – это подготовка и организация временной занятости молодежи. Серьезная тема. Ребята с 14 до 18 лет с большим желанием идут работать, целые очереди стоят. В «Навигаторе» у нас творческие люди и этим активно занимаются. Ну и волонтерское движение, о котором мы уже с вами поговорили. Любое мероприятие, какое ни возьмите, балл выпускников, шествие Дедов Морозов, спартакиады спортивные, ну любое массовое мероприятие – это наши волонтеры. Незаметно, но присутствие их важно и очень активно их участие в проведении этих мероприятий. Приглашают всех, поэтому если вы пожелаете, я готов озвучить телефоны, но еще раз запомните клуб «Ровесник» и МЦ «Навигатор». Телефоны назову, я помню мобильные, а чтобы мобильные не называть, назову только рабочие. Щелковский номер, пять последних цифр, «Навигатор» 2.11.63, «Ровесник» 2.85.11 и по занятости можно обращаться 6.17.73. Еще раз повторю, «Навигатор» 2.11.63, а в «Ровеснике» 2.85.11.6.17.73. Вот это направление занятости, оно теперь к «Ровеснику», да? Ну, ступени и... Ну, оптимизация, понимаем. Помните, да, ступени, стрелец и «Ровесник» мы объединили воедино, и вот получили «Ровесник». И там у нас и патриотическое направление неплохо развито. Ребята будут, кстати, представлены на предстоящем 1-2 июля мероприятии «Душоновские маневры», которые вышли уже на всероссийский, так сказать, уровень, заняли там всевозможные призы и всевозможные признания в среде околотуристической. Вот, поэтому полагаю, что вы сможете увидеть наших реконструкторов на полях села Душонова, близ села Душонова, и ознакомиться непосредственно с работой патриотического направления. А с занятостью, да, это никто никуда не съехал, ступени располагаются на «Сиреневой-7». Приходите, с 9 до 18 вас примут, позвоните предварительно по телефону, чтобы не стоять в очередях, и, в общем-то, решить вопросы по справкам, потому что есть определенное количество справок, которые так или иначе надо собирать. К сожалению или к счастью, мы обязаны соблюдать определенные правила, поэтому пакет документов все равно есть достаточно большой. Спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы сегодня встречаемся в эфире с председателем спорткомитета, а точнее комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью Николаем Павловым в день 27 июня, когда отмечается День молодежи России. И вот достаточно большой влог у нас посвящен молодежной политике, могли бы еще, но надо и о других направлениях поговорить, не правда ли, я предлагаю перейти к спорту и перейти в свете недавнего, мы тут уже про 80 лет спорткомитету говорили, а совсем недавно прошло тоже заметное мероприятие, бывает всего два раза в год, это спартакиада поселений, спартакиада трудящихся, как она раньше называлась, зимняя и летняя, вот летняя прошла недавно совсем, давайте смотреть и давайте комментировать. Хорошо. Поехали. Да, вот вы видите шествие колонн, это делегации поселений, которые прибыли на соревнования, сельское поселение Гребневское, Впереди планеты всей Медвежьи озера, территория спорта, поселения, будем честно говорить, хорошо развивается территория Медвежьих озер, не зря мы там проводили недавно мероприятие, связанное с тестированием ГТО, нормативов ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья. Территория Щелковского муниципального района является территорией спорта, потому что активно развивается. В связи с тем, что 80 лет совпало так, что 18 июня праздновали 80-летие перелета, И вот поэтому у нас появился авиамоделист, участник международных соревнований, который к своей модели прикрепил флаг Российской Федерации, и во время прохождения колонны, во время так называемого флешмоба, когда участники выстроились в цифру 80, этим флагом осенил всех участников спорта-киады. А, собственно, спорта-киада посвящалась двум вот этим 80-летним юбилеям, да? Это спорткомитет и перелета. И 80 лет героического перелета, трансконтинентального перелета через Северный полюс. Я смотрю, несмотря на то, что все руководители главы поселения присутствовали на торжествах в Чикаловском, они все-таки смогли. Некоторые вырвались. Фрианово, Медвежки посетили. Одним словом, городское поселение Щелково. Был Александр Анатольевич Шалыгин на площадках спорта-киада. Одним словом, интерес к спорту у глав достаточно серьезный. А у вас же новый победитель, да, в этом году, Огнево? Давайте мы не будем сейчас говорить о победителях. Дело в том, что мы в пятницу собрались с коллегами. Мы все посчитали. У нас есть определенные вопросы к легкой атлетике. Да, у нас есть победители. Да, мы можем говорить о том, что у нас в призах и Огуднево, и Гребнево. Мы можем сказать про Медвежки, безусловно. Без них куда? Да, значит, пьедестал почета не может быть без Медвежьих озер. Какую бы команду они ни выставили, третий состав, пятый состав. Знаю, что футболисты у них выступали далеко не первым составом, но вместе с тем они в призах и, в общем-то, молодцы. Фрианово, Монино, Щелково традиционно на пьедестале. Я помню, я в прошлом году присутствовала. Все это посчитать, подвести итоги, да, это не просто. И не быстро это делается. Это не быстро делается. И потом мы решили менять формат спартакиада. В этот раз мы разделили на три этапа. Значит, у нас спартакиада летняя прошла, как вы помните, 17 июня. Мы проведем спартакиаду для работников администрации 12 августа. И отставить для работников предприятий и организации 12 августа, день физкультурника. 18 мы проведем для работников советов, депутатов и администрации городских и сельских поселений. Мы будем это разделили, скажем, на три этапа. Мы хотим улучшить качество приема нормативов или тестов, или зачетных дисциплин. Мы хотим привлечь как можно больше народонаселения к занятиям спорта. Поэтому таким вот образом будем решать. Привлечь как можно сотрудников администрации и депутатов к занятиям спорта? И депутатов тоже, в том числе. Ну а как? Здесь тоже очень важно. Потом с легкой руки бывшего директора Центра физкультуры и массового спорта Никита Александрович Никулина. Мы первую проводили в 2015 году спорта Киаду подобную. Ну она была проведена хорошо по лекалам, в общем-то, спорта Киады обычной. Но в этом году мы решили немножко ее трансформировать и сделать абсолютно другой, без призов, поселением. Здесь будет реализован принцип «Главное не победа, а главное участие». Мы в прямом эфире, нам в студию поступают звонки от телезрителей. Наконец-то, приятно. Да, давайте послушаем. Добрый вечер, кто нам дозвонился, мы слушаем. Здравствуйте. Это вот Ксения. Здравствуйте, Ксения. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, и хотела бы задать вопрос Николаю Николаевичу. Задавайте. Слышала и видела в социальных сетях про московский областной форум «Я гражданин Подмосковья». Да. Вот подскажите, где можно найти подробную информацию о нем и как стать участником форума от своего района? Куда можно обратиться? Обратиться можно в отдел по делам молодежи. Все контакты вы знаете. Ну, назову контакт свой. Телефон «Щелковский» 6-76-26. Это комитет по физкультуре, спорту и работе с молодежью. Также вы в социальных сетях забиваете, ну, допустим, медиа-центр, молодежный медиа-центр «Щелково». Это в поисковике, и вам сразу вывалится молодежный медиа-центр «Щелково». Он третий, по-моему, если вы в «ВКонтакте» зайдете в группы, обязательно ММЦ «Щелково» вам покажется. Там вся информация. И в «ВКонтакте» есть группа, и есть в «Инстаграм» группа. Одним словом, вы всю информацию почерпнете на наших ресурсах в социальных сетях. А попасть на форум могут простые желающие люди? Любые простые желающие, да. Там указан формат мероприятия. Значит, мероприятие будет проходить с 3 по 23 июля. Совершенно верно. В Егоревском районе. У нас там есть такая база Любляна. Вот. На этой базе будет проходить этот замечательный форум. Он разделен на несколько смен. Лидерство уже смена сформировано. Поэтому, коллеги, торопитесь и присоединяйтесь к сменам, которые будут проходить. 7-11 июля творчество и медиа. Хореографы, танцовщики, визуальное искусство, музыка Подмосковья, молодежные медиа. Так себя рекламируют в сетях организаторы этой смены. С 11 по 15 июля предпринимательство и инновации. Бизнес, карьера, инновации. Очень важная смена для нас. Важна она еще и тем, что на эту смену приглашен глава Щелковского района Алексей Васильевич Валов. Со товарищи мы должны сформировать представительную делегацию для того, чтобы перед всеми молодыми инноваторами выступить и рассказать о молодежных направлениях в бизнесе. Полагаю, что да, но вместе с тем есть чем похвастаться, есть кого показать. Думаю, что Алексей Васильевич с удовольствием это сделает. С 11 по 15 июля. Он еще день не назначил, но думаю, что в ближайшее время мы определимся. С 15 по 19 июля студенты и молодые политики также соберутся на смену. Экология, спорт и патриотика. Смена с 19 по 23 июля. Это здоровый образ жизни, спорт, экология, патриотика и волонтерство. Одним словом, в сменах могут участвовать молодые люди 18+, то есть от 18 лет до 30 включительно. Ждем ваших заявок. Форма заявки и способы регистрации вам расскажут при посещении отдела по делам молодежи сайта. Либо лично приходите. Адрес известен, наверное, адрес комитета. Ну, назову на всякий случай. Улица Сыирская, дом 14, подъезд с торца 12-го дома. Заходите, всегда будем рады вас видеть. Скажите, мы пришли записаться на форум «Я гражданин Подмосковья». Абсолютно точно. Пароль «Я гражданин Подмосковья». Я ГП. Спасибо. Беседу нашу мы обязательно продолжим через несколько минут, а сейчас прервемся, покажем вам полезную информацию, рекламного характера. Но далеко не уходите, мы вернемся. Ждем. Возвращаемся в студию прямого эфира программы «Диалог». Спасибо, что вы остаетесь с нами. Я напоминаю, сегодня, 27 июня, в День молодежи, мы встречаемся. И встречаемся мы с председателем комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью Николаем Павловым. Говорили и о молодежи, и о спорте в первой части программы. И сейчас продолжим спортивную тему. Хочу спросить вот что. Есть у нас за последние годы появившиеся в районе этой ледовой арены имени Третьяка. И в прошлом году открывшийся чуть позже ФОК на Дальнем Воронке, около которого в этом году как раз День молодежи-то и проводился. Знаю, мы уже об этом рассказывали, что в поселениях тоже строятся спортивные объекты. И вот об этом поподробнее, что где на какой стадии, когда ждать новых открытий, скажем так, новых перерезаний ленточки и новых довольных людей, которые будут заниматься рядом с домом, живя где-то не в Челкове. Есть мечта, что в ближайшее время откроется физкультурно-воздоровительный комплекс Вогуднево. Там достаточно серьезная степень готовности. Я полагаю, что Анискино тоже в ближайшее время похвастается, потому что там серьезные деньги вложены. Есть определенные трудности финансового характера и, я бы сказал, даже, может быть, административного характера. Но они, наверное, будут преодолены, мы надеемся на это. И там будет завершен тоже ФОК в ближайший год, два, три. Но про Вогуднево, там достаточно будем мечтать об этом. Но это полномочия, как мы понимаем, поселения, и поэтому и от настойчивости руководителя поселения, там достаточно мощный руководитель, который способен преодолеть все препоны и невзгоды, которые нам преподнесли события, связанные с кризисом финансовым и так далее. Ну, Вогуднево, да. И во Фряново мы надеемся, что «Газпром», который пытается реализовать все мечты детские о спортивных сооружениях, тоже нам подарит сооружение спортивное, физкультурно-оздоровительный комплекс. Но руководитель администрации Фрянова пока об этом не говорит вслух, Олег Иванович Болотин, и правильно делает, наверное, чтобы не спугнуть, чтобы не сглазить. Но мы так мазком об этом сказали, что тоже это строительство, наверное, не за горами, поскольку сейчас идет обмен письмами, выделяется участок земли, ну и так далее, и так далее. То есть идет определенная работа. Но там тоже есть определенные трудности, связанные с кризисом, да, кризисные такие моменты. Поэтому, но вместе с тем, все равно определенные усовершенствования, определенные строительства ведутся. Ну, вы знаете, и легкоатлетическая дорожка в Огнево была открыта, да, и они готовятся установить площадку воркаута этим годом. И, зная, что вот Медвежье озеро активно рассматривает вопрос о подготовке проектно-сметной документации по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса, поскольку ядро спортивное у них очень хорошее, построится школа, вообще будет замечательно. Вот, поэтому, думаю, что вот такие поселения, как Загорянка, нуждаются в физкультурно-оздоровительном комплексе. Ну, дачный поселок с одним стадионом, с небольшой площадкой для занятий баскетболом, ну, не совсем то, что соответствует высокому статусу городского поселения, да. Вот, понятно, что финансовых средств у коллег не шибко много, наверное, объединение территорий в городской округ, но это тема не моя, а тема руководителей, да, руководителей района. Вот, наверное, концентрация сил и средств позволит однажды построить серьезный комплекс физкультурно-спортивный и на Загорянке. А у нас вот есть звоночек в студию, предлагаю послушать. Здравствуйте. Есть вы у нас на линии? Алло. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что дождались. Меня зовут Ковалева Полина. У меня вопрос к Николаю Николаевичу. Я несколько раз участвовала как доброволец на некоторых мероприятиях. И есть ли у нас в Щелково какие-либо волонтерские отряды или кружки, куда я смогу обратиться? И существуют ли волонтерские книжки? И планируется ли их создание, если их нет? Спасибо. Хороший вопрос. Да, вопрос по волонтерским книжкам актуальный, поскольку во всем цивилизованном мире такая практика есть. Есть волонтерская работа, зачитывается в стаж и так далее. Но там разные преференции имеются. Волонтерская организация у нас на подходе и скоро будет юридическое лицо сформировано. Но в данный момент вы можете обращаться в ровесник. Я уже телефон называл, если хотите, еще раз назову. Это 2-85-11. Ну, полагаю, если вы обратитесь в навигатор 2-11-63 по телефону и спросите у специалистов, как мне попасть к волонтерам, вам подскажут. В ровеснике создается замечательная организация, общественная организация волонтеров, которая как раз по направлениям и будет работать. Спасибо. Звоните еще. Мы пока в эфире. Ближайшие 10 минут у вас есть. А я хочу вернуться к предыдущей теме. Это спортивные сооружения в поселениях. И в некотором роде объединить ее с еще одной. Хочу показать нашим телезрителям репортаж о недавнем событии. Тоже вы сегодня упоминали его. Это областное было мероприятие по сдаче нормативов ГТО. Ну, не так. Апробация нормативов. Ага. Ребятами из коррекционных школ и интернатов. Давайте посмотрим небольшой сюжетик. Есть о чем поговорить. Возможностями здоровья тоже зарабатывают спортивные успехи. Сегодня в физкультурно-спортивном комплексе «Медвежьи озера» они пробуют выполнить нормативы программы «Готов к труду и обороне». И, как показывает практика, никакие ограничения не отменяют спортивного азарта и желание показать лучший результат. 100 участников, 8 коррекционных школ и интернатов. Каждый здесь ставит свой маленький рекорд. В рамках спортивных стартов ребята с ограниченными возможностями здоровья выполняют нормативы ГТО. Апробация испытаний проходит при поддержке Министерства спорта Московской области. Принимают участие более 100 человек. Детей с ограниченными возможностями по слуху, по зрению, ментальными нарушениями. Дети с большим интересом включены в процесс тестирования. Сегодня хотим посмотреть, как детки, подростки готовы и как они готовятся вообще к сдаче норм ГТО в своей категории, людей с ограниченными возможностями здоровья. В Медвежье-Озерском спортивном комплексе расположилось несколько участков. Ребята смогли испытать свои силы в беге, отжимании, подтягивании, метании мяча в цель, приседаниях, прыжках в длину. Мне приятно сегодня видеть данную категорию спортсменов, потому что я просто горжусь, что у нас в России матушки к спорту уделяется такое внимание. Я вот сейчас буду этот подтягиванный, отжимание мне нравится, прыжки с места, и отжимание пресс качать. А еще мне нравится мячи, футбол. Очень важно для организма и для тела, чтобы оно не было плохим. Пока ребята только тестируют свои спортивные навыки, опыт, полученный в пробных испытаниях, ляжет в основу официальной программы ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья. И уже в 2018 году они смогут получить заветные значки за спортивные достижения. Наталья Медведева, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Огромное спасибо Владимиру Николаевичу Канахину, главе сельского поселения Медвежье-Озерское, Николаю Григорьевичу Масальскому, руководителю ФСК Медвежье-Озер, за оказанную помощь и содействие в проведении данного мероприятия. Еще я бы хотел сказать, что на этом мероприятии работали волонтеры из Щелковского колледжа. Без их помощи, по признанию Министерства спорта Московской области, проведение данного мероприятия было бы невозможно. Поэтому, когда меня девушка сейчас спрашивала по поводу волонтерских книжек, должен сказать, что эта тема постоянно обсуждается. Обязательно мы эту тему вынесем на самый высокий уровень, чтобы волонтерские книжки были серьезным документом участия ребят в подобной благотворительной и подвижнической деятельности. Что касается мероприятий в Медвежьих озерах, да, действительно, апробация нормативов, серьезная затея, раньше такого не было. ГТО для здоровых, готов к труду и обороне. Но поскольку мы говорим, что все люди, вне зависимости от пола, расы и так далее, от состояния физического, они имеют равные возможности, да, и в том числе для получения услуг по физическому воспитанию, мы решили, вот с коллегами и наши старшие товарищи, решили, что необходимо установить нормативы и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Апробация, установка средней какой-то цифры, величины, вот огромное количество будет проведено снятие данных, и будут выданы нам усредненные какие-то показатели, ну, чуть-чуть повыше, наверное, сделают планочку, чтобы потом ребята могли сдавать нормативы на знаки. Поправлю тоже корреспондента. Раньше были значки, которые выдавались из мешка, да, полиэтиленового. Сейчас это знаки, серьезные награды, золотой знак. Это приказ министра спорта Российской Федерации, бронзовые и серебряные знаки, это знаки за подписью министров региональных, то есть министра спорта Московской области. И отдельное учреждение ведет эту работу, да, как я понимаю? Совершенно верно. У нас есть центр тестирования ГТО, и это серьезная работа, и у нас в войска Подмосковья достаточно часто по предварительным заявкам, это уточню, не каждый день можно прийти, но предварительно записавшись, можно прийти, испытать себя, проверить свою готовность, а потом записаться на сдачу нормативов ГТО, на выполнение нормативов ГТО. Я хочу еще про вот эту тему, работая со спортсменами с ограниченными возможностями, спросить. У нас ведь, вот не так давно мы обращались к этой теме, развивается, да, там специально переоборудуются учреждения, чтобы могли заниматься спортсменами. Программа «Доступная среда», вы знаете, она во всероссийском масштабе касается не только учреждений спорта, это учреждения культуры, сферы быта и так далее, и так далее. «Доступная среда» должна быть во всем и везде, в том числе и на дорогах. Если инвалид на коляске не может проехать от своего дома до какого-то учреждения, ну это грустно, поскольку у нас строители, когда торопятся, ну я имею в виду дорожники, торопятся сдать тот или иной объект, ту или иную дорогу, да, им наплевать, как стоит бордюр, есть ли уклон там и так далее. А мы с тобой вот на велосипеде катаемся и, в общем-то, понимаем, что не всегда, в общем-то, удобно заезжать на 20-сантиметровый барьер. У меня сейчас велосипед вообще с маленькими колесами, поэтому… Понимаешь, да, то есть мы это чувствуем. А представь себе люди, которые на коляске… Можно поподробнее про доступную среду в спортучреждениях? В спортучреждениях. Ну, у нас практически все спортивные учреждения либо условно доступны, либо доступны полностью. Ну, в частности, у СК Подмосковья у нас доступны полностью. На ФОКе, как вы знаете, у нас есть и лестница-ход, есть и, значит, специальное оборудование для слабослышащих, слабовидящих. Мы принимаем спортсменов центром «Спартанец» у нас. Он широко развит, значит, его деятельность в районе широко представлена. Первые места у нас каждый год, потому что у нас достаточно широко развита эта деятельность. И на ФОКе, и на УСК, и на ледовой арене. Вот на ледовой арене в этом году будем рассматривать вопрос с подъемником на второй этаж, чтобы люди с ограниченными возможностями могли подниматься на второй этаж, пользоваться залом на втором этаже и буфетом на втором этаже. Слэш-окей, ну и другие виды. Лучники на ФОКе, на Воронке. Здорово все. Спасибо. Заканчиваем мы нашу сегодняшнюю беседу. Очень жаль, что так коротко. Да, коротко. Я хочу вернуться в заключение все-таки к основной теме, которая у нас сегодня, вернее, не основная, а тема, которая тебя привела к нам в студию сегодня. Это День молодежи, который отмечается в России именно сегодня, 27 июня. Полюбопытствовала. Возраст официально у нас молодежи – это от 14 до 35. До 30, я бы сказал, но по закону. По классификации Всемирной организации здравоохранения вообще до 44, что меня радует гораздо больше. По китайской философии мне понравилось. До 40 лет возраст выполнения общественных обязанностей, а до 50 – возраст познания собственных заблуждений. Тоже хорошо. Великолепно. До 60 – последний творческий возраст, не знаю, почему последний. До 70 – желанный возраст. Ну, в общем, и то, и другое, в принципе. Давайте пожелаем там до 90 – это когда сломал систему. 90 плюс – сломал систему, да. Старше 90. Коллеги, обращаюсь ко всем зрителям, кто дотерпел нас с Ириной и остался у экранов, или слышат нас. Я желаю всем сломать систему. Долголетия, здоровья и творческого задора. В общем, да, я тебя тоже поздравляю еще раз с праздником. Всех с днем молодежи. Профессиональным уже, да? Да, профессиональным. И главное, помните, что молодость – это не от 14 до 30, не до 35. Это состояние души. Это сколько в душе. А еще официальная информация, которую я хочу до вас нанести. Программа «Диалог» пока на летние каникулы не уходит. Так что мы увидимся. Через неделю обязательно увидимся. Не забывайте об этом. Программа «Диалог» продолжается еще в этом сезоне. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Оставайтесь на Щелковском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова